МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все из них заслуживают внимания. Это законопроекты, которые касаются оплаты, заработной платы, дополнительных трудовых гарантий, дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей, семей с детьми, использование материнского капитала и другие очень важные, на наш взгляд, законопроекты, часть из которых будет нами поддержана. Есть, конечно, и довольно интересные законопроекты от ЛДПР, связанные с традиционным переносом даты празднования разного рода праздников, включая День России, включая переход от Григорианского календаря обратно к Юлианскому, ну, безусловно, они оригинальны, но здесь партия, наша партия, наша фракция воздержится от их поддержки. Я проинформирую вас, что в ближайшее время фракции КПРФ будет внесен пакет законов, который будет направлен на регулирование действующего избирательного законодательства, потому что прошедшие выборы продемонстрировали не только официально сегодня декларируемый якобы успех, якобы победу действующей партии или действующей власти в лице Единой России. И эти выборы, их результаты подтвердили на сегодня устойчивую позицию КПРФ. Мы либо сохранили, либо усилили свои позиции в большинстве региональных парламентов. Ну и они же продемонстрировали, что действующая власть и Единая Россия сегодня не готовы к честному сражению, несмотря на тотальное финансовое доминирование, несмотря на тотальное применение административного ресурса, административного принуждения. Они вынуждены корректировать избирательное законодательство, естественно, на пользу себе. Я напомню, что когда партийные списки Единой России стали потерять популярность в регионах, была изменена система, и многие регионы, многие региональные столицы перешли с системы либо полностью партийного, либо пропорционального представительства на мажоритарную систему, на одномандатные круга, которые позволили размыть на сегодня уровень снижения поддержки Единой России и сохранить ей некоторые результаты. Это было все законодательно закреплено, эта же позиция продолжается и дальше. Мы вносим законопроект, который будет возвращать 50-процентную, скажем так, квоту на партийные списки в региональных парламентах в обязательном порядке и на возвращение партийных списков, в том числе в парламенты города, городов федерального значения, это Москвы и Санкт-Петербурга, ну, естественно, Севастополь. Далее, после того, как появились сильные кандидаты-губернаторы, Единая Россия ввела муниципальный фильтр, ну и, соответственно, ограничила. Эти выборы продемонстрировали в очередной раз, что этот механизм работает. Участие в выборах сильных кандидатов от парламентских партий, фактически изменив или снизив конкуренцию. Я напомню, что пять наших кандидатов-губернаторы не были допущены на эти выборы. Это сильные кандидаты, которые смогли бы составить реальную конкуренцию и, возможно, победить. Далее, были внесены соответствующие изменения в избирательное законодательство, которые позволяют отсеивать и вводят дополнительные механизмы, кроме муниципального фильтра, еще и разного рода формальные придирки к документам. В частности, в этот избирательный цикл, например, при выборах в городскую думу города Ульяновска, именно в Ульяновской области я представляю, как депутат Государственной думы, было подано сразу 25 исков о лишении регистрации наших кандидатов по абсолютно формальным основаниям, которые не имеют ничего общего с честностью, справедливостью. Более того, эти иски были поданы от партии обманок, специально созданных, я чуть позже по ним поговорю, и 19 из них были удовлетворены, соответственно, судебными инстанциями на уровне региона. Потом большая часть этих решений была отменена судом к ассоциальной инстанции, но факт остается фактом. Самые сильные кандидаты были лишены возможности проводить избирательную кампанию, они не участвовали в досрочном голосовании, их не было просто в бюллетенях. Это тоже технология. Следующая технология направлена на, естественно, размазывание самой избирательной процедуры. Я напомню, это трехдневное голосование, а до этого еще десятидневное досрочное голосование, которое наложились друг на друга, привели к тому, что до основного дня выборов, до 13 сентября проголосовало почти половина избирателей. Естественно, это люди, голосовавшие под принуждением, подавляющее большинство из них. Это те избиратели, которые на 90 и выше процентов поддержали почему-то либо Единую Россию, либо кандидатов от Единой России, что, естественно, говорит о технологии, о манипуляции. Поэтому нами будет внесен законопроект, который отменяет, и он уже поддержан практически всеми фракциями, во всяком случае, предварительно оппозиционными фракциями Государственной Думы, отменяет вот эту трехдневку, вот этот бестолковый марафон, который фактически лишь создает дополнительные условия потенциальные для фальсификации результатов. Мы не можем контролировать ночные вот эти все сейф-пакеты, где они хранятся, как они хранятся. Для того, чтобы контролировать этот процесс, требуется кратное увеличение финансовых и людских ресурсов на этот самый контроль. Естественно, это все абсолютно несправедливо и работает исключительно в интересах правящей партии. Точно так же, как и создание администрации президента и провод в региональные парламенты, ряда абсолютно искусственных политических партийных образований в виде новых людей, в виде партии за правду, в виде зеленой альтернативы. Все прекрасно понимают, что протестные настроения растут, что сегодня Единая Россия не может побеждать и не будет побеждать, как раньше, благодаря превосходству тотальному. И поэтому задача стоит разбить, раздробить протестный электорат и сделать так, чтобы путем размазывания голосов, путем создания вот этой псевдооппозиционности кандидат от партии власти, применяя административный ресурс, применяя финансы, одержал победу. Ну и последняя составляющая, которая сегодня используется активно, это снижение или искусственная сушка явки на выборах. Я напомню, что практически во всех крупных городах явка на этих выборах не превысила 20%. То есть один из пяти горожан пришел на выборы и определил судьбу, соответственно, либо своего города, либо своей области на ближайшие пять лет. Это абсолютно неправильно. Нами рассматривается вопрос о введении все-таки этого порога, хотя бы 25%, который бы позволял считать выборы несостоявшимися, потому что подобный подход, грязная кампания, тихая кампания, различные ухищрения со стороны избирательных комиссий, как правило, провластных, приводят к тому, что люди просто на выборы не идут. А я напомню, что снижение, сужение возможностей смены власти, законной смены власти путем выборов, приводит к росту протестных настроений. И рано или поздно, несмотря на сегодня внушаемую апатию, несмотря на вдалбленное в голову якобы неучастие или невозможность что-либо изменить, оно приведет к социальному взрыву. И те события, которые происходят сейчас в Беларуси, тому отражение. При том, что у белорусов еще есть соответствующая социальная база, социальная подушка государства с социальными принципами. У нас этого ничего нет. И отдельные звоночки, которые сегодня звучат в КОМе, пускай на фоне экологических проблем, в Хабаровске, на фоне смены власти, это лишь предвестники того большого и мощного процесса, который может потом снести полностью все структуры власти. В этом случае игнорирование, в этом случае подавление существующих законных методов смены власти, в этом случае подавление тех партий политических, которые длительное время существуют на политическом небосклоне, может привести, я абсолютно убежден, что приведет в самое ближайшее время к этому мощному взрыву, который потом не удержишь. Ни полицией, ни Росгвардии, ни какими-то другими силовыми структурами. И задача сегодня вернуть выборное законодательство, избирательный процесс в рамки справедливых абсолютно отношений. Порой создается впечатление, что на одном и том же футбольном поле одновременно играют две команды, но одна играет по правилам футбола, это команда оппозиционных, прежде всего, левых сил, а другая играет по правилам регби, одновременно на одном и том же поле. Команда административной машины с ее кандидатами от Единой России. В результате мы получаем такую ситуацию, которая грозит не только социальным взрывом, на ситуацию, которая означает гниение многих проблем, которые существуют в стране. Мы живем в условиях кризиса. Этот кризис закономерен для рыночно-капиталистической экономики. Ситуация с коронавирусом ему только дала дополнительный толчок. Вместо того, чтобы решать серьезные проблемы, в том числе обновлением и освежением властных институтов, существующая машина, существующая модель препятствует этому. Один из главных вопросов, которые должны помочь России выживать в сегодняшних сложных ситуациях, будет обсуждаться на правительственном часу с участием министра высшего образования и науки. Потому что без научно-технического прогресса, без квалифицированных кадров, мы никакой экономический прорыв не совершим и никакую национальную безопасность в современных условиях не обеспечим. По мнению нашей фракции, существует ряд системных проблем в этой области. Это недофинансирование, причем хроническое образование и науки. Это так называемая оптимизация сети организаций высшего образования и науки. Это низкий статус сегодняшних студентов и аспирантов, социальный статус. И, допустим, проблема подготовки квалифицированных научных кадров. Все эти вопросы, они не сегодня появились. Они появились до того, как пришло правительство Мишустина и до того, как министром высшего образования и науки стал Фольков. Казалось бы, к ним мы не можем предъявлять эти претензии, но время-то идет, времени очень мало и проблемы нужно решать. По двум из них некоторые, так сказать, комментарии. Ну, посмотрите, с 2005 года, когда у нас были установлены законодательно нормативы финансирования науки и образования, соответственно, норматив финансирования науки был 1% от ВВП, а норматив финансирования образования тогда был установлен не менее 7% от ВВП. При этом получается, что когда отменили федеральным законом 122 о монетизации, лучше не стало. Лучше не стало. В 2015 году образование получило 3,6% вместо 7%, которые были запланированы ранее. Значит, от ВВП, и в 2020 году, то есть в текущем году, мы обстались на том же самом уровне. Таким образом, у нас не хватает средств на элементарную подготовку квалифицированных кадров, и руководители, менеджеры, так сказать, этих сфер науки и образования идут на оптимизацию. У нас резко сократилось число и государственных, и частных вузов за последние 4 года. У нас резко сократилось число научных работников в 2 раза по сравнению с советским временем. Происходит колоссальная утечка научно-инженерных кадров за рубеж и в другие сферы деятельности. 200 тысяч, по данным Всемирного банка российских ученых и инженеров, уехали за рубеж, и более миллиона совершили внутреннюю миграцию, то есть из науки перешли в другие сферы деятельности, в бизнес или в госслужбу, в какие-то другие сферы. Конечно же, это то, что не позволяет сегодня решать серьезные комплексные проблемы, которые ставит наша фракция, и все проблемы, которые отражены в том числе и в ряде посланий президента Российской Федерации. Поэтому не случайно, наверное, в послании президента мы видим задачу, что необходимо вернуть финансирование науки до уровня не менее 1% от валового внутреннего продукта, и при этом хотел бы подчеркнуть, что Япония, Германия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Китай финансируют свою науку 3-4% от ВВП. Мы говорим о том, что хорошо бы вернуть хотя бы 1%, которого нет в настоящее время. При этом нам чиновники Минобра и чиновники Минфина говорят, что за рубежом не менее половины финансирования науки обеспечивает бизнес, а у нас 60-70% это бюджетное ассигнование. Но позвольте, если бизнес не идет на решение тех проблем, которые нужно решать, то тогда мы что, ждать будем, когда он созреет для наукоемких решений, для наукоемких и высокотехнологичных производств и так далее? Нет, здесь промедление смерти подобно, и эти вопросы надо решать очень быстро. У нас очень невелика стипендия студентов и аспирантов, которую им отвели сегодняшние нормативные акты правительства. Для сравнения, стипендия современного российского аспиранта составляет в 6 раз в реальном исчислении меньше, чем была стипендия аспиранта советского времени. Та стипендия составляла 1,8% по отношению к прожиточному минимуму трудоспособного населения. Нынешняя стипендия 27%, то есть 1,5%. Вот разница, которая, конечно, препятствует и способствует тому, что мы продолжаем терять кадры. А вместе с этим теряется и престиж научной деятельности, и, соответственно, желание решать существующие острейшие вопросы. Все это мы отразили в своем, значит, проекте закона, подготовленном Жоресом Алферовым, Зюгановым, Мельниковым и Смолиным. Образование для всех. Все эти системные проблемы имеют свои решения, и мы будем добиваться того, чтобы постепенно, шаг за шагом, если не удается принять в целом закон, эти вопросы сдвигались с мертвой точки, и движение происходило в нужном направлении.